Привет, друзья! Здравствуйте! Ко мне приехали внуки и попросили приготовить что-нибудь вкусненького. Захотелось им именно ребрышек свиных на гриле. Но сами представляете, какая у нас сейчас стоит жара, и вот добровольцев стоять у мангала на улице не нашлось. И вот что мы решили? Мы решили воспользоваться вот таким вот чудом. Это аэрогриль Оберхов. Недавно мы его себе приобрели, и сегодня он нам сослужит добрую службу. Но сначала сейчас будем делать маринад, чтобы ребрышки подготовить. Вот один из внуков добровольно согласился мне в этом деле помочь. Зовут его Максим. Давай сначала я тебе надену фарточек, чтобы ты был как настоящий повар на кухне. Руки в стороны. Так все будет уже у нас выглядеть по всадилижному. Так, ну давай, Максим, я буду тебе говорить, а ты делай. Вот я приготовила мисочку, где будем делать маринад. Бери давай бальзамический уксус для начала. А сколько льем? Ну, примерно 2 столовые ложки. Давай потихонечку лей, я тебе скажу, когда хватит. Все, достаточно. Закрывай. Дальше нам сюда еще понадобится с тобой оливковое масло. Ну, здесь можно я налью? Да. Буквально 1 столовую ложку. Так, и теперь давай. Вот у нас есть специальный пакетик маринада к мясу и птице. Для гриля отлично подходит. Вскрывай пакет и примерно пол пакетика сюда высыпай. Отрывай, смелее, не бойся. Сыпь, сыпь, сыпь. Еще, еще, еще. Не жалей, ты же для себя делаешь-то. Все, хватит. Так, и в конце добавим буквально чуть-чуть обычного меда, чтобы у нас просто ребрышки получились более такие карамельные и румяные. Теперь вот это все давай перемешивай. Не бойся, мешай смело, посильнее, никуда оно не денется. Вообще, конечно, как вот любое мясо, неважно там это ребрышки или просто свинину, можно мариновать. Добавляя в маринад там и какие-либо там и лук, может быть перец, кто что добавляет. Но здесь вот в этом наборе всего достаточно. Здесь у нас есть вот и сушеные томаты, и чеснок, и паприка, и лук, и кориандр. Здесь идет розмарин. В общем, полный набор специй, поэтому мы сюда больше ничего добавлять не будем, потому что переборщить мне тоже не всегда хочется. Так, да, нормально. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем и просто вот это все из этой тарелочки выливаем. Прямо так. Прямо вот ложкой можешь взять, вычерпать все. Остатки сладкие. Ну и хватит. Так, ручки у тебя чистые. Давай, неси аккуратненько. Чтобы вот так, знаешь, постарайся так равномерно, чтобы вот кусочки со всех сторон у нас были в этом маринаде. Ну все, все, остановись. Так, тебе полотенцем мыть руки. А я что дальше делаю? Беру крышку, прикрываю миску с ребрышками и на пару часов вставлю в холодильник, чтобы они хорошо, ребрышки наши промариновались. Друзья, ну у нас два часа прошло, на третий час уже терпения не хватило. Значит, замариновались ребрышки, теперь мы их раскладываем вот на такие вот поддончики. Естественно, поддон я слегка смазала растительным маслицем. Максюш, вперед. Так вот, вложи их, чтобы нам вот на два поддончика разложить. Ага, вот так вот немножечко. Давай одинаковую стороной кверху. Ну и теперь давай на следующий. Сейчас посмотрим. Ну я думаю, поместится на два поддона. О, и все? Да. И все? Теперь наконец-то можем это убрать в гриль. Давай. Скоро наконец-то поедим. Давай сам. Вот это пониже, пониже. Нет, Максимка, пониже немножечко. Нам надо еще второй лоточек, давай. Пониже. Ага. А этот вот чуть повыше. Чтобы вот как раз воздух там хорошо циркулировал. Все, закрывай. Так. Ну что? Устанавливаем программу. Так, включаем. Загорелся дисплей. Ну выберем. Мы, наверное, больше сюда подойдет у нас программа. Это вот здесь вот куриная окорочка с палочками. 40 минут. Ну вообще для килограмма ребрышек 40 минут маловато. Поэтому время прибавим. Вот чем здесь хорошо, что время можно прибавлять. Ставим 45 минут. Температура там была 185, но для мяса все-таки градусов 200 надо поставить. Все. И теперь нажимаем мы старт. Так, 10 минут прошло. Проверяем. Включаем лампочку. Ну вот видите, действительно, не знаю, видно. Я думаю, видно через камеру. Мясо уже видно, как оно готовится. Там вот так уже все слегка шкварчит. Но вид очень аппетитный. Вот забыла сказать, что вот здесь принцип работы аэрогриля. И это приготовление пищи идет именно за счет обдува. Вот так вот он циркулирует горячего воздуха. То есть здесь нет никаких нагревательных элементов, никаких тенов, ничего. А вот именно только воздух. И теперь просто следим за процессом. Ждем? Да, скоро будем есть. Вообще здесь дается вот три таких поддона. Кстати, вот этот аэрогриль может работать еще и как дегидратор. Конечно, в больших объемах вот мы с вами свой урожай здесь не переработаем. Но вот, например, вот мы можем сюда куда-то мы собираемся подальше поехать. Вот, ну, бывает у нас уезжаем. Мясо себе можно здесь подсушить, завялить. Ну, что-то еще. Какие-то, может быть, там пару бананчиков, апельсинчиков. Вот так вот на скорую руку. Какие-то овощи тоже можно. То, что, вот иметь в виду, что аэрогриль, не только аэрогриль, это еще дегидратор. И, кстати, еще это и мини-печка. Там можно что-то и печь. То есть мы на ужин можем пиццу сделать? Ну, можем, но только не сегодня. Вообще-то хотели вам показать, что здесь еще у нас есть в составе. Здесь еще и есть предусмотрен вертел. То есть здесь можно готовить шашлычки. Например, здесь есть вот такая вот шашлычница. Даже шампуры отдаются. Вот сам вот такой вертел. Можно будет и курочку-гриль сделать. Но это уже вы будете делать с Никитой вдвоем без меня. Я вам просто поруковожу. Вами оделась будете сами. Ощущение, что это набор для пыток какой-то. А для чего это нужно? Здрасте. А кто вчера ел картошку фри? Вот это вот такая вот фритюрница для картошки фри. Вот знаете, что самое хорошо? Что у нас была мысль как-то купить именно фритюрницу, потому что любят, ну, по-моему, все дети, хотя это уже не дети, все дети любят картошку фри. Но столько масла, это, во-первых, и вредно, и очень дорогое удовольствие. А вот здесь вот готовится картошка фри, вот прямо с минимальным количеством масла. Вот она вот так вот крутится и равномерно прожаривается. Вкусная была картошечка? Лучше, чем в Макдональдсе? Разумеется. А зачем вот эта штука нужна? А это по принципу ухвата, когда вот, например, вот там готовится, нагрелась, горячо руками, голыми не возьмешь, а вот здесь вот видишь вот такими вот, как показать тебе, вот таким вот, ну, прихватываешь вот этими крючочками и достаешь оттуда. То есть вот все предусмотрено, все удобно, чтобы не обжечься и ничего не уронить, не растерять. Вообще вот на самом деле мы давно хотели себе аэрогриль приобрести. Очень многие диетологи советуют, вот смейтесь, не смейтесь, но все-таки аэрогриль помогает придерживаться здорового питания. Ну, конечно, вы скажете, ребрышки, и какое здоровое питание, да. Но суть в том, что вот готовится что-то, вот ребрышки, или там курица вернется, или что-то, вот остатки жира стекают, там специально есть внизу вот этот поддончик. То есть излишки жира уходят, пища получается менее калорийной. Кстати, я вот здесь специально изучала эту тему, но, вы знаете, я все люблю углубленно изучить. Так вот, сравнивать, просто есть такая статистика, что, например, при приготовлении в духовке калорийность продуктов в полтора раза выше, чем при приготовлении в аэрогриле. А если что-то жарить на сковороде, то в два с половиной раза калорийная пища получается именно на сковороде. В аэрогриле все более диетическое, если можно так сказать. Потом, знаете, вот мне вот понравилось очень много программ. Программы все уже с заданным, с установленным временем, но время можно корректировать. То есть, как вот я сейчас, видите, немножечко взяла, и именно для ребрышек прибавило время. И время корректируется, и продолжительность готовки корректируется. Но если вот вы четко поставили, выбрали какую-то программу, там, ну, я не знаю, что там, можно йогурт приготовить, можно там пудинг, запеканку. Прямо нажали там сколько-то минут, и спокойно ушли заниматься своими делами. Здесь есть звуковой сигнал, пища приготовилась, все, дзык, и все, и оно все готово. То есть, очень отлично, я считаю, очень удобно. Ну, вот сейчас мы с вами дождемся, когда, наконец, наши ребрышки будут готовы. И потом у нас есть дегустатор, который скажет, вкусно или нет. Друзья, ну, что хочу сказать, я сама удивилась. Я, помните, поставила на 45 минут, ну, как порядочное, на килограмм мяса, такое время, а за 20 минут ребрышки уже приготовились. Я в шоке. Давай, Максимка, вынимай аккуратно, только бери эту штучку. Давай потихонечку, только горячо. Не спеши. Съесть мы всегда успеем. Ну что, проверяем, как пожарились. Косточка. Ну, вот смотрите, друзья, абсолютно прожаренное мясо. Аромат стоит, вам не передать. Чувствуешь, как пахнет? Хочешь, уже попробуем. Ну что, все у нас готово. Теперь от вас, от тебя и от Никиты. Сорвала, набрала овощи. Сейчас быстренько рубите салатик и будем кушать. Согласны? Да. Друзья, вот так вот мы с внуками развлекаемся на каникулах. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok